Приветствую вас друзья на канале Чуча ТВ. Мы продолжаем серию тестирования пластиков от известной компании FD Plast, главным дилером которого является всем известный магазин saputka.ru, ведь многие мои подписчики там как раз и покупают этот замечательный пластик. Именно в этом магазине приобреталось две бобины филамента. Вот такой вот полупрозрачный пэтч пластик цвета шампанское, прекрасно кстати показал себя в предыдущих тестах как по механическим свойствам, так и по качеству печати, по удобству печати, ну и конечно долгожданная бобина филамента цвета Aquaman, ведь именно этот материал является одним из самых уникальных, он обладает просто великолепной гибкостью. Это самый мягкий пластик из всех, которым не доводилось пробовать. Несмотря на то, что эти две бобины магазин saputka мне предоставил бесплатно для обзора, я все равно заплатил за доставку в Украину 2400 рублей, что в общем по сумме даже дороже, чем стоимость этих бобин по месту, но как говорится чего не сделаешь ради своих подписчиков. Данная продукция поставляется в вот таких вот симпатичных картонных коробках. При этом в последнее время завод использует вакуумные пакеты. Но все равно я рекомендую всегда, когда приезжает к вам новая бобина, просушите или в духовке, или например в специальной сушилке, которую можно сделать из обычной овощесушки. Также внутри картонной упаковки находится вот такой вот зип-пакет. Учитывая то, что данный филамент обладает просто уникальной гибкостью, посмотрите, это просто мега круто. К сожалению, не каждый подающий механин способен проталкивать такой пластик. Тестировать мы будем на новом декартовом принтере от компании Tronzy XY3 Pro версии 2. Это улучшенная модерсия XY2 Pro, о которой я уже неоднократно делал обзоры и есть даже целый плейлист на моем YouTube канале. Можете зайти посмотреть. Делали различные модернизации, улучшения, поставили директор струдер, две оси Z. В этом же принтере все это уже практически есть с завода. Но подробный обзор этого принтера будет немножко позже. Сегодня мы заодно протестируем и возможности Tronzy XY3 Pro и, конечно же, на что способен пластик от компании FD-Plast. После этого проанализируем распечатанные образцы и проверим их на специальном стенде. Продолжение следует... Продолжение следует... Использовать ваше период. Одна позиция может производить свое время и walk the stairs без в昨天. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, уважаемые зрители, подходит время тестирования. Мы распечатали все необходимые образцы из пластика от завода FD-Plast. Ну а теперь давайте поближе рассмотрим каждую модель, расскажу о параметрах печати, ну и конечно же в итоге протестируем на нашем тестовом стенде. Сперва давайте определим параметры самого прутка, который мы печатаем. Как мы видим, диаметр по всей длине прутка стабильный и вписывается в допуски. Один из самых первых тестов, который я напечатал, это тест ретрактов. Мне очень хотелось посмотреть, справится ли BMG от Tronce XY3 Pro с этой достаточно сложной задачей. И вот посмотрите на готовую модель. Да, здесь присутствуют вот такие вот тоненькие волоски. Зачастую они связаны не только с откатом, но и с сыростью материала. Поэтому всегда я рекомендую при покупке данного филамента обязательно его сушить, так как он отлично набирает влажность. Учитывая высочайшую эластичность этих башен, печатать их было очень сложно. Температуру сопла поставил 230, температуру стола 50 градусов. Исходя из технических параметров самого пластика, то температуру нужно ставить значительно меньше, хотя бы 210 градусов. Возможно, по этой причине у нас и получились вот такие вот маленькие волоски. Второй моделью я напечатал кораблик Benchy в масштабе 100%. Здесь также температура осталась завышенная, 230 градусов. Если вы обратите внимание на рубку, видны следы оплавления. То есть в данном месте обдув просто не справился. Слишком завышена температура. Ну и к тому же турбинка 40х10 на самом-то деле слишком слабая для таких задач. Поэтому инженерам с компании Trunce я рекомендую обязательно поставить вот такую турбину 40х20. Она как минимум в два раза будет мощнее и более эффективно будет работать именно с такими нависающими, тонкими стенками, маленькими деталями, где обдув очень важен. Вот есть, конечно, некоторые недочеты, но в целом очень даже неплохо. Нижняя подложка получается вообще монолитно. Здесь не видны даже слои, только снаружи. Ну и, конечно же, друзья, посмотрите на эластичность этого материала. Это просто мега крутой материал. А вот на втором кораблике Benchy я уже температуру спустил до 210 градусов. Здесь уже нет таких вот диких оплавлений. Обратите внимание на рубку. То есть и можно сказать, что в целом получилось очень-очень даже классно. Здесь откаты я поднял с двух до двух с половиной миллиметров и волосков вообще практически не видно. Вот этот кубик был напечатан на стоковой заводской прошивке. Посмотрите, как выпирают здесь углы. Есть пропуски слоев, неиспекаемость слоев, внешний стенок. Да и в целом качество не очень. Но благодаря менеджеру компании Tronzi, Роджеру, который дал мне контакт инженера, мы смогли вместе исправить эту проблему. После того, как ребята изменили ускорение джерки и некоторые еще другие параметры по моей просьбе, качество печати улучшилось значительно. Углы уже так не выпирают на скорости 60 на 30. А вот, друзья, еще две напечатанные рыбки разными параметрами. Это заводская рыбка. Обратите внимание на геометрию. Есть определенные дефекты. А вот на этой рыбке мы подправили все параметры и посмотрите, какая стала печать. Тоже скорость 60 на 30. А вот такую ленту толщиной 0,6 мм я распечатал специально для тестирования в виде экспандера. Проверить, как она тянется. Отклонение небольшое. Но посмотрите, как она тянется, ребята. Это же просто рогатка. И самое главное, она возвращает свою форму назад. Также для тестирования были напечатаны две такие вот резинки. Диаметр резинок 30 мм, толщина 2 мм. 5,9 кг. Обратите внимание, что резинка вернула свою практически предыдущую форму. При этом немножко растянулась. Совсем незначительно. С 30 мм до 32,5 мм. Вот такой вот экземпляр распечатан был стоя. То есть слои укладывались горизонтально. Но, как уже заметили, на первом образце я не смог допечатать. Из-за того, что материал слишком гибкий, я просто не смог этого сделать. Сопло начинает отодвигать его во все стороны. Поэтому пришлось добавить еще дополнительно опоры. Но они тоже не особо помогли, так как мы видим, качество ухудшилось. А если посмотреть вниз, мы видим гладкую структуру. Нет никаких особых дефектов. Здесь модель получилась значительно лучше. Так как у основания жесткости больше. С помощью кусачек отсоединим опоры. Так как слои уложены горизонтально, можно сказать, что это одна из самых слабых деталей. Давайте проверим это. Фиксируем на весах. Устанавливаем на стенде. Три с половиной килограмма максимум. При этом модель у нас дальше растягивается. Несмотря на то, что было плохое качество печати, она до сих пор не порвалась. Это действительно очень хороший показатель. Возвращаем назад. И посмотрим, насколько растянулась сильно эта модель. И мы видим, что растяжение всего лишь 9 миллиметров. Вот эта модель печаталась лёжа. Поэтому она будет одна из самых прочных. Качество печати отличное. Гладенькая поверхность. Очень хорошо получилась моделька. Также ставим на стенд. 3,3 килограмма. Если разблокировать вес, он, видите, понемножечку будет падать. Потому что модель постоянно идёт в растяжение. Давайте не будем сильно её растягивать. Посмотрим, насколько она вернёт свою форму. Эта модель у нас растянулась всего лишь на 8,5 миллиметров. Это тестирование ещё раз доказывает, насколько мощная мислойная адгезия у этого пластика. Несмотря на то, что вот эта деталь печаталась стоя, она всё равно не порвалась при растяжении. Посмотрите, как она держит геометрию, как она держит форму. Возвращает её назад. Не рвётся. Вот эта деталь, естественно, будет более мощная. Потому что она печаталась лёжа. Но судя по тесту, можно сказать, что модели из этого пластика можно печатать хоть стоя, хоть лёжа. Данный пластик непростой. Из-за своей суперэластичности печатать им достаточно сложно. Не каждый директ, не каждый фидер и уж тем более не каждый болден способен работать с этим замечательным материалом. Но если техническая база у вас в порядке и вы способны им печатать, то и детали, которые из него получаются, выше всех похвал. Я же буду использовать данный филамент в качестве тестирования различных БМГ из Китая. Если они будут с ним работать, это будет говорить о том, что внутренняя геометрия подающих механизмов этих девайсов действительно сделана правильно. Ссылку на магазин Сапутка скину под видео в описании. Это, кстати, прямой поставщик от завода FD-Plast. А на этом я с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. С вами был Макс.